Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать в Москву, добро пожаловать в спортивный городок Лужников. Мы с вами на центральном матче 27-го тура Олимпиаренства ФНЛ. Торпеда дома принимает Балтику. Это главная вывеска сегодняшнего дня. Это самый интересный матч, возможно, всей весенней части сезона. И в студенческом футболе есть команды из Калининграда, и не одна, там сразу несколько. Вот сейчас хорошая атака у Торпеда про Калининград. Чуть позже Адаев, Гитфулин, удар наносит Латышо, Нак отбивает, еще удар. Там кто-то из защитников Султонов. Третья попытка, 1-0. Мухаммад Султонов! Мухаммад Султонов! Вот торпедовцы словно три раза к золотой рыбке ходили сегодня, и вот только с третьей попытки Султонов отправляет мяч в ворота. 1-0 выходят хозяева вперед. Вот так вот. 10-й юбилейный для него гол, и 10 плюс 11 у него теперь в этом сезоне. Но действительно, торпедовцы, вот правда, как в известной сказке, словно три раза не вот закинули. Сначала тину морскую достали, потом вроде что-то похожее на золотую рыбку, а потом уже ее. Мухаммад Султонов! Мухаммад Султонов! А соперники здесь бывали разные. Альшин, нет положения вне игры. Ну, раньше, ну, какое-то было опасно сейчас. Хорошая, классная атака в исполнении калининградцев, и Альшин стрельнул немножечко не туда. Ну, давайте посмотрим здесь, да, Артем Буксименко, ну, на тоненького, может, даже действительно и был здесь, а в сайту Альшин. Можно, я думаю, свистеть. Рафаэль Шофеев, да, так он совершенно и делает. 1-0, друзья, в первые 45 минут торпедовцы усилиями Мухаммада Султонова обеспечили себе совсем небольшое преимущество. Впрочем, калининградцы будут пытаться во втором тайме его всячески отыграть. Торпеда очень много матчей. Опасно сейчас это может быть. Адаев удар наносит, Латышонок угловой. Все вы сейчас прекрасно видели по лицу Амура Калмыкова и по его реакции на этот удар Адаева. Да, сейчас высоко идет подача. И, пожалуйста, 1-1. Это какая-то просто футбольная сказка, что с третьего раза и одним, и другим везет. И Артем Бещанинов здесь сравнивает счет вот так вот 1-1. Как все, друзья, зеркально. Как просто вот туда-сюда все это дело работает. Продавил он Ивана Астовича. Здесь Султонов. Рядом есть Самсонов, но Султонов сам на Калмыкова. Отскок неприятный может быть Латышонок. Так и хочется сказать, Латышонок, ты мой дорогой, как он здорово сейчас действует в этой ситуации. Буквально-таки спасает свою команду Евгений Латышонок в очень опасном моменте. Но вот за сборную страны все никак у него пока вот не получается отметиться забитым. Ничего. Максименко на исходе, точнее в начале 71 минуты может очень опасный сейчас момент быть у Балтики. Артем Максименко. 2-1 и вот так. Балтика перевернула игру. Максименко к фанатам идет. Причем не своей, а чужой команды. Там заводится фан-сектор торпеда. А Максименко-то, ах какого. Достал. Ух да, какая жара сейчас будет. Достал Артем Максименко этот козырный туз и пожалуйста. Лебеденко подготовил удар. Ух, калище! Ух, калище! Игорь Лебеденко! Ничего себе! Господи, спасибо, что мы это видели. 2-2. Сумасшедший мяч. Сумасшедший мяч Игорь Лебеденко. Игорь Лебеденко. 38 лет человеку он такой исполняет. 2-2. Потрясающий гол. А у Померка вторая желтая. Алексей Померка на сегодня упражнение закончил. Лебеденко с ним. И фалит Игорь Лебеденко. Недоволен он здесь. Здесь, конечно, ва-банк надо играть. Альшин, подача в центр. И опасно кук! Максим Тишкин. Как это было близко, как это было рядом. Как это было не туда. Удаст ли сейчас Рафаэль Шафеев эту атаку торпедов сопровести? Нет, не дает. 2-2. Ну, я думаю, что справедливый итог очень классного матча.